Знаем, какие у вас тут перетрубации прошли. Очень серьезно готовились к этой игре. Никакой недооценки даже близко не было. Соперник достаточно серьезный. Я не помню, когда Ахтерка выигрывала в Черноцах. Тяжело всегда играем с этой командой и на сборах. Знаем, что пришел старый новый специалист Юра Гей. Хорошо его знаю. Специалист, я думаю, сделает команду. В любом случае, нужно время. Что касается самой игры, хочу сказать следующее. Игра, я думаю, держала напряжение до последней минуты всех болельщиков. Где-то нам повезло. Я имею в виду, когда Семенюк не забил пенальти. Было у нас несколько предпосылок поймать на контратаке в конце. Но было тяжело бороться на втором этаже, во втором тайме, когда вышли уже высокоростные футболисты. Задача была в любом случае не пропустить. Благодарил ребят. Ну, то, что касается переноса игры, я бы хотел извиниться перед вами. То, что мы переслили на 11 число игру. Потому что у нас завтра Днепропетровский праздник большой. 25-30-летие чемпионства Днепра против сборной. Союз завтра будет праздник. Мы это сделали за три месяца, когда узнали эти сроки. Ну, и серьезно готовились. Так что я хочу вам пожелать удачи. Все равно в Черноцах всегда была команда. Она есть и будет. Так что руководство города повернется, сделает стадион. Я думаю, хорошие, наверное, времена у вас впереди. Спасибо. Какие у вас задания на сезон? Как таковой задачи у нас, наверное, нет. Но для себя остались всегда максимальные цели. Будем играть. А что касается, чтобы не занять ниже пятого места, что мы заняли в том чемпионате. Скажите, у вас команда с такими хорошими традициями. Уже нефтяник играл в премьер-лиге. Не стоят ли вообще задачи не в этом сезоне, а вообще о возвращении команды в элиту? Вы знаете, и футбольная общественность смотрит в эту сторону, в нашу сторону. Все зависит от нашего руководства. Будет встреча после осенней части чемпионата. Будем ставить вопрос. И если руководство повернется, наверное, лицом к нам, то, конечно, болельщики хотят, чтобы премьер-лига вернулась в Ахтырку. Они уже видели лучшие клубы премьер-лиги в Ахтырке. Конечно, желают. Потому что в Ахтырке, кроме футбола, практически ничего нет. Немножко инфраструктуру подтянуть, сделать условия. И все возможно, чтобы была команда премьер-лиги. Спасибо. Как поколение, как соперник, в последующем сезоне? Сильно ли ухудшилось качество и ухудшилось? Вы знаете, мне кажется, не ухудшилось. Опять же, я, наверное, смотрю, своя философия футбола, УГИ. Сразу ничего, наверное, не делается. Я скажу со стороны, наверное, как тренер. В любом случае, очень колючая команда со своими лидерами. Мы просто разобрали хорошо игру Буковины. Последнюю игру они на выезде выиграли в Николаеве. Очень серьезно готовились. В любом случае, я считаю, что потенциал неплохой. Что касается команды, приезжается. Я думаю, где-то одного уровня. Но это мое субъективное мнение. По сегодняшней игре, с тех соперников, которыми мы встречалися в первой середине команды первой леди, мабуть, сильнейший. По организации игры, по фазах перехода игры из обороны в атаку, компактно все робить, на великой швидкости. Видно, что это наград у них. И, в принципе, за рахунок цих коллективных действий и достигает успеха. Десь наше недопрацювание при стандарте привело до пропущенного мяча. Ну, а потім тяжкие спроби щось зробити біля ворота суперника, на жаль, не удалось довести до логичного завершения. Навіть і з пробиттям пенальті проблема. А так, звичайно, соперник сильнейший від нас, але, мабуть, не знаю, ничья была б більш справедливішим результатом цього матчу. Але маємо на данный момент те, что маю. Так коротко по игре.